Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Хейлер, и мы продолжаем играть за Молдавию. Как вы помните, в прошлой серии мы бились с Литвой и победили литовцев, выделили Киев здесь. И неплохо у нас всё получается пока. Иноциализировать весь прикол в том, что нам нужно национализировать всего две провинции, Житомир и Едисан. Едисан — это очень сложно, потому что административных очков требуется довольно-таки много. А так всё, в принципе, нормально. И нужно нам уже пускаться вдогонку за более развитыми державами Европы, потому что... Сейчас посмотрим, у кого есть уже одиннадцатый уровень технологий. У Османов есть, у Тевтонов нет, у Австрии есть, я уверен, у Франции по-любому есть. У Испании, кстати, образовалась. Если честно, очень редко образуется Испания, когда я играю. Так что это, можно сказать, Рагуза вообще отсталая. Ну, Османов чуть-чуть надо догнать нам. В этом. В плане военных. Всё, мы будем с ним наравне примерно. Контакт с Натальей, что придёт к этой результате, планическая репутация. Отлично. Так, братья в провинции Брест. А Брест это где? А, это с Тевтонами воевать. Интересно, интересно, кто у них там в аварии. Ооо, смотря кто нас поддержит в этой войне, конечно, но всё равно. Сейчас мы сфабрикуем. В Москве вообще мощная, там раскачалась. Смотря кто нас поддержит в этой войне с Тевтонами, конечно, но они думают. Они, видимо, пошли, да, они пошли в колонизацию Сибири. Так мы получили с Киевом. Австрия, Венгрия, Рагуза. А Москве почему нет? Заняла, потому что денег, атаку, в принципе, она нас поддержит. Мы можем просто всей толпой накинуться на Тевтонов. Давайте тогда займёмся фабрикацией претензий. Возможно, следующие, или даже в этой серии мы на них нападём. А, сколько у нас претензий? А, я даже знаю, это польские претензии, да. Варшава. Калюш. Нам нужны свои претензии. Давайте сфабрикуем сначала на те, у которых у нас и у наших вассалов нет. И мы их у них отвоюем через провинции. Тевтоны перекрещивают православных, которых они захватили здесь. Ну, с Литой мы, конечно, потом ещё будем воевать, само собой. Тут вообще без вопросов. И мы 47-й в общем зачёте. Поэтому-то пока. Ну, это пока. Наша держава ступила вперёд внутренних раздоров и оказалась на краю гибели. И в стране обостряются социально-экономические проблемы. Голод и война у нас вносят тысячи жизней. Народ выражает открытую недовольство под церковью. Дворянство происходит стихийное восстание на жизнь монарха, покушаясь уже несколько раз. Пошёл конец Литве. Сейчас отделится Крым и кто-нибудь ещё. И вообще начнётся полный капец. Так что попрощаемся с Литвой, как когда-то с державой, которой я боялся. Тут вообще классная провинция, если честно. Так, а это что? Верфь, док. Ну, мы не можем здесь ничего построить. Там провинции прокачаны на максимум. Надо будет их всё... Будут у нас лишние очки, мы их укачаем. Давайте вот здесь, в Львове, построим. Ну, извиняюсь. Не выбрана цель. Тевтонский урн 26 тысяч. А у нас сколько? 21 тысяча, но мы не можем взять его, конечно, сейчас и цель. Так. А, и мы можем уже и десант, кстати. Национализировать. А, командующего нет у нас в армии. Давайте возьмём пока этого. Нужно найти потом получше, будет, конечно, командующего. Армию мы потихоньку пополняем, конечно же, с вами, с вами рекрутами. 151. Так, мало чего-то. Нанес сила. Давайте, занес сила. Опять недействительно. Мы будем с Австритом сами, как мы поклон. Ладно, давайте придём к ним на поклон. Потом у нас будут лучше отношения с Австритом, потому что что-то как-то они подпортились, мне кажется. Киев. Динбрак. Они считают, что они круче нас, поэтому мы их просто позахватим. Подчинить Киев? Нет, я просто их позахвачу. Защитить братьев, поверив в хранице Ибрест. Скоро это будет неактуально, потому что они перекрестили. Ну плевать, мы их обратно перекрестим. Давайте построим ещё где-то храм. Чтоб больше, 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 больше людей нам капало. Так, и давайте ещё сфабрикуем претензии. Люблен. Надо вот эти претензии отхватить, потому что чем больше границ с Австрией, тем хуже. Потому что делиться землями австрийцы ох не любят, а воевать с ними будет очень тяжело. Так, восставшие какие-то у нас, да? Так, запорожские сепаратисты. Ну что ж, мы вас подавим скоро, запорожские сепаратисты. Житомир уже наш. Со Швец у нас подошло к концу перемирия. Все они тут и прочие-прочие мракобеды отстают. Скорбящие семьи. Доход от налогов число рекордов. Ну рекордов я, конечно, не могу, так что доход от налогов. Ничего себе, Тевтона. А, это наши вы раскрыли. Я думал, Тевтон на меня футерикуют. А у них есть какие-то претензии вообще на мои земли? Нет у них претензий. В Москве вообще никуда на кого нет претензий. У Литвы есть дофига претензий. В том числе и сфабрикованных на мои земли. И, конечно, те земли, которые я не отжал. Еще престиж мы получаем. Это хорошо. А, я забыл. Корабли-то надо... Так, стоп, стоп, стоп. Нет, все равно себе себе надо франкзировать, значит, чтобы не пройти все. А, смысл? Нет, не будет флот. Давайте в Крыму-шли поторгуем. И в Киев, например. У нас слаб, потому что... Смотрите, Киев, мы можем стать доминирующими. Просто практически засчитанные. Крым мы просто и десант контролируем. Также и здесь мы контролируем. И пусть это будет. А купца мы отправим в Киев. Из Константинополя. Крым 041. Астрахань, Константинополь. Просто перенаправляем торговое влияние. Гену объявил войну даже литовцев. Вот так они несколько пали, литовцы. Гены тут у самих восстания, если честно, дофига. А они объявляют войну литовцам. У литовцев, кстати, здесь есть суниты. Очень довольно-таки много. Че, мы и с Нагайцами легко можем повоевать потом. Потому что Московия... Хоть она Нагайц и огромная, но Московия все равно больше. И Нагайцы вообще отсталые. Так что нам вообще не составить никого труда их разгромить. Опять у нас есть свободная постройка. Но я не буду, наверное, ничего строить. Смотрите, технологии. Сейчас посмотрим, что нам открывается на следующих уровнях. Военная мануфактура. Это вообще классно, но она очень дорогая будет по-любому. Так, резиденция Верховного Судьи. Местные беспорядки. Это как-то мне пока не колышет. Ну, не знаю даже. Давайте построим еще что-нибудь тогда. Еще один храм. Или еще один. Еще одну мастерскую. Давайте построим лучше мастерскую. Вот здесь вот. Что здесь производят? Ткани. Ясно. Красители. Так, так. Короче, мы больше фермерских товаров всяких производим. Так, все нормально. С Польшей у нас все супер. Заключаем династический мир. Отлично. Учебная стрельба. Ровная стрельба. Ровная стрельба. Ровная стрельба. Ровная стрельба. Давайте линдеса направим. Чтобы если там унастреть какое-то восстание, мы их сразу подавили. Этих запорожек. Так, это вся наша армия. Да, это вся наша армия. Мы пополнили ряды своей армии. Так, у нас... Сделаем пока что Валерию. Пехоту. Ну и все, пока. Потом еще сделаем еще одну пушечку, еще одну пехоту и нормально будет. Без пушек мы как без рук. Понимаете, да. Объединение. Ага. Ну сейчас венгры придут там на поклон сами, я в этом уверен. Венгры. Где мой поклон? Они нас больше не любят. Как так? Но... Австрийцы нас любят. Давайте с Австрийцем повысим отношения. Ну и Москве нас тоже любят. Почему такое? Стоять с соперником. А, Австрия теперь их соперник. Обидненько. Ну ладно. Так, и фабрикуем снова претензии на Тевтонские провинции, которые еще остались. Нормально у нас такая армия уже получается. Так, в Бессараде. Я думаю, куда же девать деньги? Куда же девать деньги? Я забыл, что у меня... Есть же... Армия, которую надо формировать и улучшать. Еще флот надо будет прокачать. Который у нас листово маленький, но все же не будет прокачать. Отлично. Все, мы можем. Но мы не сказать, что прям отсталые, но мы не переспеваем, если честно. Ну как бы успеваем, за Тевтонами мы в развитии, это явно. По военке мы не уступаем, мы даже обгоняем Москве. В принципе, пока пойдет. Гарния у нас полная. Кузарь, мы не смогли выполнить задание против Фаерии. Парис. Делетимность уменьшится, стабильность уменьшится. Самое главное. Парисертирный паномический вес, число административных браков. Делетимность ежегодно изменяется на... Так, ясно. Сберите паномический еретикам. Так, надо стабильность. Чтоб падало. Ну, не надо, конечно, этого, но лучше пусть стабильность, чем легитимность. Потому что она и так, мне кажется, прям очень высокая. Дисаней почти, кстати, нет уже повстанцев. Ох ты. В кракове восстание. Давайте-ка мы у вас еретики сейчас придавим. Так. Блин, еще в Москве началась гражданская война, как бы ее не покромсали. Как бы нам не пришлось сейчас за нее вступаться. Ну, кто ее может покромсать? Только шведы, потому что Литва ее покромсать явно не может. Потому что Литва сейчас в полной апатии. И ее захваты все, кому не лень. Начиная от Генуи и... Генуи вообще мощно разросла здесь, конечно. Она уже мощнее Венеции стала намного, конечно. И Венеция ей вообще не конкурент. Ни в каких смыслах. Ну, я даже не знаю. О, все, на Гайцах хватили территорию, которую хотели. Только сообщение. Пойду. Не очень. Вот. У нас наследник хороший, довольно-таки генерал. Так, а что это дает? Практическая коммерция. Тут... Почему-то мы в Киеве вообще никакое место не занимаем. В торговле. В Кракове мы первое, само собой. Почему у нас такое маленькое влияние на торговое? Почему даже в Москве больше? В Москве вообще нет провинции в этом торговом узле. А у нее больше влияние. Он, наверное, успешно как-то переправляет его. Так, откуда мы можем... Из Крыма можем переправлять торговое влияние в Киев. И там уже зарабатывать. 0,25 мы зарабатываем. А вообще... Такие торговые русские мы приносят. Так. Вот здесь торговля. Киев, Краков приносят. А если в Крым отправимся... А если в Крым отправимся, то мы реально больше зарабатываем. Так что давайте в Крым продавать. Значит, свою культуру в правительстве Бузуау. Нет, воевать с османами я еще не готов. Еще я хочу немножко в Европе покормиться. А, мы без командующих напалили, его убили, я не думал. Ну ладно. Назначим наш Ленинг в любом месте. А, пойдем все в Молдавию. В Молдавию. Кстати, к веротерпимости. Испания начинает потихоньку... О, кельвинизм вот начал зарождаться. Аж три центра реформации. Папа нас любит. Римский папа любит православных. Это прям вот... Муа! Супер. Ну, с папой я пока дружить не готов. Зачем он, в принципе, нам нужен? Может быть, если он дружбу свою очень долго будет держать? Меньше, но легитимность. Давайте легитимность свою увеличим. За счет авторитета патриарха. Потому что она нам очень нужна будет. Ну, вообще нужна. И будет нужна всегда. Пресс давайте сфабрикуем. Все, софтли мы закончили. Московия. Я смотрю, в Москве не особо тревожит эти потрясения. Давайте, да. Отлично. Мы ее берем. Блестяще. Тут, ну, вообще, начинка сейчас очень мало получает. Здесь, тут просто центральная рамка. Здесь мы, в принципе, тоже очень мало получаем. Здесь. А, вон как. А если перенаправить торговую... Получать прибыль. 0,31. А если перенаправить торговое влияние. А если перенаправить его в Киев. Там уж в Киеве, ох-ох-ох, как можно будет заработать. Так. Что мы можем построить здесь? Верфь. В Едесане. Местная постройка корабля. Стоимость кораблей в провинции. Скорость ремонта кораблей в провинции. Плюс 25%. Доки. Лимит флота плюс 2. Доки бы построить. Давайте построим доки, чтобы флот свой хоть как-то увеличить. Армия у нас на максимуме. И флот тоже на максимуме. Так что нам нужно... Строить доки. А выбор ли у меня призвать... Призвать к вер... Кёльн призвал к веротерпимости. Епископство. Кёльн... Призвал к веротерпимости. Это супер. Круто. Уже реформаторство идёт вовсю. Вот англичанам я верю, что они начали большую нефангельскую банку. Балку. А в Марокко, когда играешь в Этрус, вообще как-то не веришь. Баванс. Ничего себе девки пляшут. Интересно. Интересно. Так. Починь держал Киев. А, самое главное. Да, починить державки. Конечно. Так. Так, так. Сфабриковать черкасси. Так, до какого у нас там перемирия? Кончится 50... Март... 351-го. Шесть лет ещё. Ну пусть будут претензии просто. Сколько мы там времени уже играем? Да, всего. Ничего. 20 минуток. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, чтобы... О, отлично. А административка. Это нам очень надо. А здание суда... А, да. Отдание суда это местный беспорядок уменьшает. Смотри. Признать закон о единообразии. Это мы возьмём. Заверните два. Векарных епископов мы не будем учредить. Учредь ждать. Даже не напоминайте мне об этом. Сдать румынскую нацию. Курс на запад. Так. Захватить... Ран Королев. Захватить Вену, Прагу или Данцик. Ну, в принципе, нам... Истребить юридиков мы выбрали. Богемия нас любит. Австрия нас любит. Зачем нам союз с Богемией? Это непонятно, конечно. Сознание и сила. Рагуза. В Рагузе регионной войны? А, да, они же католики, я забыл. Кельвинисты в Рагузе появились. Ну, конечно, я сейчас объявлю войну Польше. Это мне прям необходимо. Куда ж без неё? Задание не выбрано. Но я не знаю, какое задание взять, в принципе. Является вассалом... Нет, нам это не надо. Мы, конечно, можем через это его подчинить. Чисто... Чё нам надо это за это? Элипланетическая репутация плюс один. Конечно, мы можем это сделать через войну, но это через шесть лет. Пока не будем чё-то трогать. Масковия. По-моему, действует у них ещё бедствие. Так, сейчас Запорожца опять поднимет в хвостане. Ну, то есть, дуя, пойдём в Едесане. И стоим в Едесане, ждём. Так, очень консервируем, в принципе, ребятки. Деньги только на взгляд тратят. Всё. Вогемия решила все свои проблемы с религией. Потому что... Бранденбург нас любит. Мм, это интересно. А почему? Непонятно почему. Ну, Бранденбург будет помощнее, в принципе. Если выбирать советник, то я лучше возьму Бранденбург. Как бы, помощнее, чем Багемия. А можно с Рагузой, в принципе, разорвать союз. Нафиг они нам нужны. У нас тут Венгрия против Османов. А Рагуза, она очень маленькая и полухватнее. Расторгиваемся на союз. Будем работать на направлении Тептонов. Перспективном, на данный момент, направлении Тептонов. Бранд, конечно, всё очень сильно горяет. Но когда он умерёт наш монарх, Монарх нынешний. Придёт новый. По идее, Денбрак должен расторгаться. Так, запорожские сепаратисты что-то приутихли, привныли. Значит, мы пойдём уже в омер. Значит, тоже хорошим знакомым. Киевским сепаратистам. Киевские сепаратисты не раз, по-моему, не поднимали ещё. Так, ну и будем работать в направлении Бранденбурга. Потому что нам нужно как можно больше союзников против Тептонов, чтобы пространить их как можно легче и быстрее. Потому что Тептонов в Союзе. Бавария, император Бранденбург. Я думаю, они ворождует. Твою ж мать. Зря только срагу из Ростова. Фейл. Ну ладно. Плевать. Вообще абсолютно плевать. Пока пришла. Вообще просто. Повалом все принимают. Протестантизм и телевизм. Ну, Московия сейчас сама придёт к нам на поклон. В этом я уверен. Тут даже не задевайтесь. Я же говорил. Конечно. Маши друзья. Так, и последняя претензия на Тептонов. Варшава. Варшав. Так. А зачем? А зачем? Не да, нет. Нам не нужны казармы. Значит, будем копить, короче, просто 217. И построить блоки. Кодни зачистников. Не построим блоки, потому что я не хочу тратить стабильность до нуля. И тратить очки на то, чтобы воспользоваться стабильность. О, уже кто-то 12 уровень получил. Ничего себе. Кто ж такой, блин, развитый? Австрийцы, небось. Да. Вот эти ребята. Австрийцы, испанцы. Уганзе 11 тоже. Австрийцы. Швейцарцы. Савоя. Папа Римский. У османов. Кстати, 12-й осман вообще люто как-то качает военку. Страшно даже становится. В любом случае, тефтоны это наш естественный враг. Я думаю, скоро тефтоны... Почему они... Какой у них уровень диплома... О, административки. Так, военный уровень 11. Здесь 9-й. Скоро тефтоны, я думаю, уже... Да, по-моему, у них есть еще правильность. Скоро это встанет в Пруссии и все. И уже не будет тефтонским орденом. Его святейший Папа Римский создал комиссию из кардиналов для решения проблем, которые задают претестанты. Католичество вера должна оставаться наиземной. Но его святейшество и многие кардиналы признают, что претестанты кое в чем правы. Поэтому совет должен принять некоторые изменения в управлении церковью и уже сточить контроль над духовенством. Кроме того, должны быть основаны несколько новых монашеских орденов, которые помогут к контрреформации. Да, там, орден иезуитов основали они, я помню. Смотрите-ка, нас любят Крит. Какая прелесть. Можем ли мы вас завасалить, дорогой Крит? Нет. Просто потому что расстояние большое. Значит, мы не хотим. В принципе, мы смогли бы их уже аннексировать, но я не буду пока поляков аннексировать. Я побоюсь с тевтонами. А потом так не торопясь. Кстати, у австриц вещь еще претензия. Нет, у них уже нет претензий, если честно. Но они не будут фабриковать, потому что это уже наш вассал. Они не будут фабриковать новых. Так что, в принципе, нормально. Но нам нужно догонять быстро меняющую и развивающуюся Европу. По крайней мере, до того момента, пока мы не захватили данные. Так, сейчас сложилось весьма благословие для наших торговцев, и они собираются убивать торговую дистанцию во время в пути минус 20%. И резко, и нам теперь открытые-то торговые пути. Теперь можно торговать по всей Европе. Да не только по всей Европе, естественно. Так, давайте просто посмотрим здесь все. Генуэна, Ла-Манш, Алеппо, Александрия. В принципе, где угодно. Ну, нам на это надо разве? Нет, конечно. Мы и так неплохо устроились. Свои бабосики капусту режем. Потихонечку. Захватив Киев, мы вообще прям будем уже шиковать. Одержавайте в том си орден. 26 тысяч, нет, 26 тысяч у меня нет. У меня есть только 21. Такого количества я не могу сделать. Давайте в следующем тогда прокачаем уже идеи. Да. Отлично. Первые поселенцы изменили престиж за год. Скорость восстановления рекрутов. В принципе, у нас есть претензии уже на Тевтонов. Могли бы повоевать с ними. Московия заняла отношение к врагам. И почему-то они, видимо, уже нас не любят. Регистемость уменьшится. Ну, что поделаешь. Нет, Московия нас любит. Просто они Тевтонов тоже любят. И пока они там союз какой-нибудь не заключили дурацкий. Надо с ними воевать. Венгрия и Австрия, в принципе, не поддерживают их. Бавария. Так что нормально можно повоевать. Подгоним армию границы. Ведь мне и нравится Европа. То, что можно... Если в крестоносцах ты там собираешь ополчение. Только пост, только бью войну. Тут ты можешь подогнать все свое ополчение. Собрать его до войны. Ополчение. Армию. И без проблем завоевывать. Так, кто тут? Ганзы их щемят. Но они враги в Москве и шведы. Так что я не могу с ними дружить. А так меня уж вся Европа любит почти. Французы даже меня любят. Йоу. Ну, может быть, не это... О, это мне очень пригодится, в принципе. Когда будем противостоять. Ну, сейчас с Бранденбургом разорвемся. Соглашение. Монарх у меня умрет. И попробуем с Францией замириться. Сделать дружественные отношения. Потому что это нам очень помогло. Представляете, с Францией дружить. Это можно вместе с ними на Османов пойти. То есть, Франция, Венгрия, Австрия, я. И Московия здесь против Нагайцев будет резаться. Так, кто там стоит против Османов? Я не знаю. Вообще никто. А, нет. Нагайцы, Персия. Ну вот, Московия здесь будет резаться. Пока. А мы здесь будем все толпой биться. И мы так можем вполне неплохо даже выиграть их. Это будет очень классно. Ладно, мы подошлем. Пока побоим с Тептонами. Еще подберем киушки. Пока даже у Тептонов больше аром. Идеи мы пока брать не будем, военные. Нам нужно прокачать. Так, у них уже 12 человек. Вот так вот. Обидно. 653 нам нужно очка. Чтобы принять западную жизнь. А, Литва вообще, короче, там гениальный какой-то правитель на Литве. У них и так полная апатия. А он еще такой. А почему бы мне взять и не сделать так чисто? Комператор Р-2 отозвал места протестантов. И в первом парламенте они сформировали лигу шоу. О, все, лиги начали формироваться. Опа. Так. Бранденбург. Саксония. Леный год от Неверания. Против Баварии. Папа Римского. Я пока не буду никого принять. А зачем мне вообще вступать в лигу пока? Я не знаю. Вообще зачем мне вступать? Православным нам. Саватство туда. Участвовать в лесных войнах. Мы лучше хайки сами. Не плевать, что мы больше ничего не претендуем. О, мы можем иметь войну к Киеву. Интересно. Давайте чуть позже. В принципе, Киев мы всегда захватим. Смеем. Бранденбург нас поддерживает. А, они разорвали Союз. Ну и нормально. Потом с Ливонами надо будет разорвать. От них толку-то нет. От этих Ливонов. Давайте объявим войну уже. Просто вынесем их, как захотелось. Ну, это мы сделаем с вами в следующей серии. А, так. И самое главное сейчас сделаем. А потом в следующей серии. Так. Это можно не активировать. Я не думаю, что... Хотя нет. Вот это можно не активировать. А вот подолью надо активировать. Все. Мы готовы к войне, в принципе. И готовы вторгаться спокойно на земле Тевтонов. Ощутимо тут только Ганзы. А такое более-менее ощутимо. Противник и то нет. Они очень слабые. Сейчас Австрия пойдет просто завоевывать наших врагов. Ну, Ганзу бить. А мы с Венграми пойдем бить Тевтонов. Тевтоны могут только у нас победить из-за своего... Технологического преимущества пару раз. Но я не думаю. Мы число мы возьмем точно. А скоро у нас будут уже технологические. Мы будем с ними равны. Нам остается чуть-чуть очков. Ну, в общем. Мы их также разгромим. Так же, как и литовцев. Православие. The Best. С вами был Хейлер. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всегда пребывайте в хорошем настроении. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.